Дуэли на шпагах, схватки с саблями и другие дисциплины этого древнего вида спорта увидишь не каждый день. Показательное владение этим холодным оружием, хоть и является олимпийской дисциплиной, однако не имеет огромной толпы фанатов. Попытаться это исправить во Владивостоке решили с помощью открытого первенства по фехтованию среди юных спортсменов. У нас были еще соревнования в марте, но там были для взрослых. Это был открытый чемпион Приморского края, там такие малыши не участвовали. У нас, по-моему, самый младший был 2003 или 2004. Это именно для развития, для поддержания, фехтования, чтобы молодежь, маленькие дети приходили, занимались. Мы их будем награждать, поздравлять. Спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Находки и других городов выступали как в личном, так и в командном зачетах. Своё мастерство владения холодным оружием показывали на шпагах и рапирах. Третий вид сабля в Приморье не особо популярен. Молодежь, в принципе, придерживается больше шпаги. Она легче и в освоении, и в технической части. Шпага по развитию, потому что к ней не нужны дополнительные электрокуртки, провода дополнительные к ней не нужны. Она чуть-чуть попроще, и её выбирают чуть, возможно, больше. Рапира немножко уже нужна электрокуртку, нужно уже провода дополнительные и прочее покупать. А сабля немножко у нас остается. Представители Краевой Федерации фехтования отметили сильный приток молодого поколения. Причина тому – результаты сборной России на последних Олимпийских играх в Бразилии. Наша команда заняла в Рио первое место в общем медальном зачете. И сама, не подозревая, подвигла заниматься этим видом спорта юных новичков по всей стране. Я смотрел Олимпийские игры, увидел, как наши бойцы рвали иностранцев. И я решил тоже попробовать. Затянула. Я увидела Олимпийские игры, мне так понравилось. Вот сама техника, фехтование, вот сам как спорт. И поэтому я пришла. Для меня фехтование – очень грациозный вид спорта. И когда я фехтую, я чувствую себя рыцарем в доспехах. И это меня очень бодрит. И мне нравится, очень нравится. На сегодняшний день фехтование в Приморье на постоянной основе существует во Владивостоке и Находке. Уже совсем скоро спортсмены из этих городов будут вести отбор на спартакиаду учащихся, которая пройдет в июле и августе этого года. Максим Яковлев, Игорь Болтов. Новости спорта на Восьмом.